Всем привет! И с вами Мамалия. Сегодня у нас получается среда, и мы приехали на дачу посадить лук. На неделе муж приезжал на дачу прививать деревья, кустарнички. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, почка пошла. Это уже хорошо. Это у нас абрикоска, да? Да. Так, здесь у нас ещё сидит. И вот это уже раз, два, три получается. То есть у нас прививочки принялись. Отлично. Но ещё не все. И вот мы яблочко убрали. Нам плоды не понравились. Не настолько они вкусные. И привили, съездили, взяли яблоко, которое нам нравится. И в купорке, и так вкусно. Вот она какая у нас красота. Слива. Это слива у нас. И вон две абрикоски, ещё синенькие. А это мы прививали сливу на абрикос. Да. Вот это вот. Нет, слива на сливу. Это я привозил. Это слива на сливу. Я привозил этих саженцев садил. А, всё, всё. Слива на сливу. Саженца садил. И там вот абрикос. Так что сейчас будем скапывать грядочки, садить лучок. И потом мы всё покажем. Посмотрите, постояло всего лишь несколько дней тепло. И смородина уже, листочки как выпустила, распустилась. Красота. А крыжовник вообще несколько дней постоит. Он уже цвет набрал. Цветочки будут. Вот оно. Всем надо тепла. Ожималось сразу и цветочки, и листочки. Всё вместе у них получается. Вот пока муж у меня скапывает грядочки делает. Я вам показываю, какие происходят изменения в природе на нашей даче. Вот тоже кустик кружевника. Но тут листочки поменьше пока. Вот и рга тоже начинают цветочки. О, листочки. Но там и пойдут и цветочки. Всё. Всё рядом будет. Сейчас ещё посмотрим, что тут у нас произошло за эти дни. Слива тоже. И листочки у неё одновременно происходят. Листочки, цветочки, бутончики будут тоже. Вот оно. Вот-вот. Сейчас ещё подойдём. Там у нас в том году мы, по-моему, садили сливу. Посмотрим, что там. Да, несколько ягодок, я думаю, будет и в этом году на новой сливе. Это очень даже хорошо. Ну и, конечно же, первоцвет. Цветут цветочки и радуют нас. Маленькие, аккуратненькие. Настроение сразу великолепное появляется. Солнышко, цветочки. Жизнь продолжается. Самоизоляция тоже. Грядочку подготовил муж. И я сейчас красный салатный лучок. Расстояние делаю вот. Не сильно мелко. Ой, не часто. Потому что лук любит свободу. И тогда он будет крупный и красивый, как мы. Но хочу еще сказать, помимо того, что солнышко, листочки, деревья распускаются, трава растет, как на опаре. С ней уже можно бороться и бороться. Сейчас я сколько хватит места, посажу салатный и таким обычным луком. Работаем. Первую грядку лука я посадила. Салатный у меня красный. И обычный такой лучок. Но хочу еще сказать, друзья, вот тоже выписывала семена. И вот есть крупный, прям прикрупный, да? И меленький. Вот садить люблю мелкий-мелкий. Тогда лучок вырастает большой, шикарный. Ну и вкусно, соответственно. А вот большой, как посадишь, то обязательно будет такой же горох, как и посадил. Нет ничего более приятного, как наблюдать, когда работают. А ты отдыхаешь. Посмотрите, тюльпаны начали пробиваться. Я к этой грядке вообще не подходила. Думала, они еще в земле, а их уже столько много. На выходных приедем и будем мы уже заниматься этой грядочкой. Вот она она. Тюльпанчики надо все убирать, как говорится. Порядок наводить. Много тоже должно быть в этом году. Посмотрим, как цвести будут, не будут. Посадила три грядочки лука. Это нам хватит и на лето, и на зиму. Еще и мамы отвезем, и сестру угостим. Привезем на выходных, скорее всего, перегноя. Засыпем, потому что лук и чеснок любят перегной. И будем ждать урожая. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, ставить лайки. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...